3 сентября. Памятная и трагичная в России дата. День солидарности в борьбе с терроризмом. Связан она с терактом в Бесланской школе, который произошел в 2004 году и унес жизни более 300 человек. Ежегодно в этот день проходят акции памяти, посвященные трагическим событиям. Сегодня и в Челнах почтили память погибших. Три дня без еды и воды в душном спортзале школы провели жертвы теракта в Беслане. Боевики захватили учебное заведение 1 сентября во время праздничной линейки. Заложниками стали ученики, их родители, родственники и учителя. Всего более 1100 человек. В результате теракта погибло более 300, 186 из них – дети. Сегодня о трагедии рассказали студентам Камского строительного техникума на вечере памяти в филиале городской библиотеки номер 5. Важное, очень важное для наших детей. Тем более здесь присутствовали студенты, которые еще в это время не родились. Они 2005 года рождения. Они впервые увидели, наверное, действительно, что произошло в этот день. На экране кадры из прошлого. Репортажи о трагедии, о переговорах с террористами и штурме здания школы. Ребята смотрят, не отвлекаясь. Увиденное оставило след в душе каждого из них. На душе остается печаль. На презентации было показано, какие счастливые дети приходят на линейку, а после уже выбегают испуганные, в слезах. Наверное, самое тяжелое там – это именно потери близких. Тех самых, которых отправили в школу, те не вернулись. Или же смерть на глазах родственникам, детей. Напряженное все было. Ведущий специалист библиотеки Светлана Романова ежегодно проводит такие мероприятия. Она считает, что именно через эмоции дети лучше понимают важность борьбы с подобными проявлениями насилия над человечеством. Если у нас подрастающее поколение приходит на такие мероприятия, внимательно слушает и искренне чтит память минуты молчания, наверное, значит, мы работаем просто не зря. Подобные мероприятия и акции в память о трагедии в Беслане прошли сегодня во многих учебных заведениях набережных Челнов.